Бакартов, друзья, мы сегодня с вами с Божьей помощью разберем седьмую мишну третьей главы Сангедрин и также восьмую мишну, завершающую мишну третьей главы Сангедрин. Мы с вами уже обсудили процедуру допроса свидетелей, а сегодня, да, мишна поговорит со стороны с точки зрения самих судей, то есть именно процесс вынесения решения по тому иному делу. Итак, говорит мишна, после того, как завершили процесс, что имеется в виду, то есть полностью, да, мы сказали, что после допроса свидетелей они выходят, и судьи общаются между собой, решают, да, на основании того, что они слышали, кто в итоге прав, кто виноват. И все, они уже проголосовали, поняли, да, кого больше, кого меньше, какое должно быть судебное решение, после чего они заводили спорящих, судящихся между собой людей снова в зал. Почему? Потому что нельзя было никому из сторон присутствовать во время вот этого разбора судебного, да, то есть судьи только наедине друг с другом общались, никто больше не имел права их слушать. И только после того, как уже все решено, они снова заводили судящихся, обе стороны заходили и выслушивали приговоры. Тогда главный среди судей говорил, ишплони, такой-то, такой-то, ата закай, признан невиновным. Или говорил, ишплони, ата хая, или такой-то, такой-то, признан виновным, да, и, да, вехэнник марадин, и вот так вот завершался суд. То есть, да, то есть они выходили, потом они заходили, им оглашали приговор. Уминаен лэхэши еце хан минаданим лэйомар, анимэзэкэвэхараб мэхавин. А откуда мы знаем, что после того, как один из судей выходил, то есть, да, не мог один судья сказать, слушай, друг, я тебя на самом деле оправдывал, но что я мог сделать? Дэхэдрая мэхавин, что как бы другие судьи проголосовали против, и они меня как бы большинством, получается, я-то был за тебя, но вот так вот получилось, что они были против. Нельзя так делать? Почему говорит Мишна Альзэйнэймар, потому что про это сказано в Торе. Не будь сплетником в твоем народе. Опа, о каком сплетнике может идти речь? Написано, может, в другом пасуке. Потому что сплетник раскрывает секреты. Дело в том, что Потому что внутреннее решение суда, как они пришли к этому решению, кто был за, кто был против, кто передумал, кто сказал так, потом сказал, это все сод, это все секрет, это никто не должен знать, то есть, это внутренняя кухня судебной палаты, и никто туда не должен лезть. Никто не имеет права там находиться. Да, в момент внесения приговора. Как мы сказали. Это специально делается, чтобы сами стороны никогда не догадались, кто из судей, принимавших участие в суде, был за них, а кто был против них. Потому что таким образом не будет вызвана ненависть между людьми и судьями. А тот, говорит, судья, который раскроет эту тайну, скажет, ну, я был против, или там, я был за, это вот они, как бы, да. Он нарушает прямую заповедь Торы. Не будь сплетником, да, то есть, не выноси тайну, да, не разглашай тайну. Вообще, Рахиль, очень интересный запрет. У нас уже есть запрет отдельно на Лашон Ара, есть запрет на Моцис Шемра. Лашон Ара, это, говорите, да, негативные вещи, которые правда о человеке запрещено. Моцис Шемра, это когда человек, мало того, что говорит, он еще говорит неправду, тоже запрещено. А Рахиль Беамеха, это когда человек просто выносит секреты. Какие-то вещи, которые не факт бы человек захотел вообще предавать публичности. Даже это, даже если это не какая-то плохая вещь, просто, да, это, как бы, да, какая-то интимная, скрытая информация. Это запрет Лотта Лех Рахиль Беамеха. И поэтому, когда один из судей раскрывает тайну истины, да, количество сторон, сколько там был единогласно решение было принято, да, то есть какие-то вещи или там с перевесом в один голос, все это говорить нельзя, да. И поэтому тот, который это делает, нарушает запрет. Лотта Лех Рахиль Беамеха. И следующая Мишна, она говорит, ну хорошо, да, мы идем дальше, то есть все, мы допросили свидетелей, разобрались, уже вынесем приговор, а что после приговора? Все, вынесем приговор. Вдруг у свидетеля появляется, у одной из сторон появляется какое-то доказательство своей правоты. То есть его уже обвинили, но он хочет оспорить решение суда. Можно так или нельзя? Так говорит наша Мишна. Все то время, после вынесения приговора, если обвиненная сторона вдруг нашла свидетелей или нашла какое-то доказательство, которое способно его оправдать, Соттерет один, он может отменить решение суда и снова должен собраться суд и выслушать его доказательства. Но если во время самого процесса разбирательства ему сказали судьи, они сказали ему, смотри, говорит, мы выносим решение, ты не прав, да, ты должен заплатить. Но если у тебя появится доказательство, как ты говоришь, то от этого момента до 30 дней, то есть у тебя есть 30 дней на то, чтобы предъявить эти доказательства, Мацабе тогда, если он найдет эти доказательства в течение 30 дней, Соттер, то он может опровергнуть решение суда. Но если 30 дней прошли, а он доказательств не привел, он уже не может опровергнуть доказательства да, и изменить решение суда. Так говорит Танакама, он о Рабан Шимон бен Гамлиэль, но говорит Рабан Шимон бен Гамлиэль, моя сезе, я не понимаю, что закон такой, а что ему делать? Шилом Ацабе только шил шимьем, но не нашел он свидетелей в течение 30 дней. У Мацалы Ахар шил шим, но узнал об этом только после 30 дней. А имя шилом Ацабе Ахар, если у него на 31 день появились свидетели, которые доказывают, что он невиновен, он что, должен теперь остаться виноватым? Поэтому, говорит Рабан Шимон бен Гамлиэль, я не согласен. Когда бы он не нашел свидетелей, когда бы он не нашел доказательства, если это нелегитимное доказательство, он не должен из-за этого остаться виновным. В СОТР это один, и все равно может опровергнуть решение суда. Амруло, и такая Аллаха, и Аллаха идет сегляться Рабану Шимону бен Гамлиэлю. Да? Амруло, но если сказали человеку, Бейдин, Врифнейгмар Дин, они до того, как вынести приговор, суд сказал подсудимому, А Вейдим, Ликэм Туна Теха, смотри, говорит, приведи свидетелей, которые могли бы как бы тебя оправдать. А он сказал, У меня свидетелей нет, кроме тех, что я уже привел, других свидетелей нет. Или же они ему сказали, а ну-ка приведи какое-то доказательство своих слов. А он говорит, вы знаете, кроме того, что я привел, у меня нет больше никаких доказательств. Но вдруг проходит время, и он приводит доказательства, и приводит свидетелей. Говорит, Мишна никакой силы это иметь не будет. Ой, Шриброт, почему? Потому что, так как он конкретно, четко ответил, что никаких других свидетелей у него нет, и других доказательств у него нет, то, что сейчас вдруг они появились, откуда ни возьмись, вызывает у нас подозрение, что, возможно, эти свидетели никто иные, как Эдей Шекер, то есть лже-свидетели. А доказательство его, оно сфальсифицировано. Опять-таки приходит Роман Шимон, Гамриэль, и говорит, «Моя сэзэ шла, ая юдэш еш лэдим, я не понимаю, а что если человек действительно не знал, что есть свидетели?» То есть на момент, когда я его спрашиваю, у тебя есть свидетели? Он говорит, нет, у меня нет никаких других свидетелей. Но прошло время, и он встречает людей, которые говорят, «Ты что, мы все видели? Мы были в другом доме, в окне, и все видели?» А он и понятия об этом не имел, что теперь он не может их привести? Или маца-эдим, луая юдэш еш лэр ая у маца-ра-ая, или он не знал, что у него есть доказательства, а оказалось, есть доказательства, есть копия там, не знаю, завещания бабушки, которое она передала адвокату, который вдруг появился, приехал и говорит, «Так у меня все есть». То есть говорит Роман Шимон, «Я не понимаю, то есть я понимаю ваши опасения, что он спалифицировал, но не всегда же так. Может быть, что человек действительно говорил искренне, не было у него свидетелей, не было доказательств, но они сейчас появились, но в этот раз Аллаха уже не идет по Роман Шимону Бангамлиэлю. Несмотря на все его убеждения, то есть если первый раз мы сказали, когда Байдин дает тебе временные рамки 30 дней, и Танакаба говорит, что все, не уложился, до свидания, а Роман Шимон Бангамлиэль говорит, да нет, почему, даже если после он может опровергнуть судебное решение. Там Аллаха идет по Роман Шимону Бангамлиэлю. То есть 30 дней, даже после 30 дней сработает. Но что касается того, если они ему задали конкретный вопрос, и он сказал, что у него никаких других доказательств нет, вот тут Аллаха идет по Танакаме, что даже если он потом найдет, это не сработает. То есть, да, вот эти уверения Роман Шимону Бангамлиэля на Аллаху не идут. Амруло продолжает мечта и говорит, если судьи сказали ему до вынесения приговора, а Вейдим, слушай, приведи свидетелей, которые могут подтвердить твою позицию. А он сказал, Эйнли Эдим, но у меня свидетелей нет. Да, похожая ситуация. Или они им говорят, Вейра Ая, приведи доказательство, которое могло бы тебя оправдать. А он говорит, Эйнли Ра Ая, у меня нет доказательств, кроме тех, что я уже привел. Ра Ашамид Хаев Бадим. И вдруг, они говорят, а ну тогда, слушай, ну тогда пеняй на себя. И вдруг он увидел, что они уже собираются его обвинить и приговорить. И тут он такой, о, секундочку, керву плони у плони. Ладно, 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 все, все, я пошутил. Выходите, вы двое, вот они могут за меня посвятительствовать. Или вот, 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 ладно, ладно, достает из кармана бумажку, есть у меня, да, Ра Ая Метоха Пундато, выносит из своего кошелька бумагу, говорит, вот, говорит, доказательство моей невиновности. Говорит, Мишна Гарей Зе Эноклум. Никакой силы это иметь не будет. То есть, что за игры такие? Да, ему задают вопрос, если у тебя свидетели, если у тебя доказательства, он говорит, нет. А когда они уже хотят его обвинить, вдруг они появляются у него. Да, у нас есть большие подозрения в этой ситуации, да, что он просто до последнего тянул, а в конце просто пытается предъявить пару лжесвидетелей и не вынести сфальсифицированный какой-то документ, который на самом деле, да, не настоящий. И в этой ситуации даже Рабан Шимон Бенгамлиэль не спорит. И согласен, что в этой ситуации мы уже не будем ему доверять. Да, то есть, одно дело, это могло произойти позже. Действительно, да, там есть какое-то, как Рабан Шимон Бенгамлиэль говорит, ну, появились у него эти свидетели. Да, но в этой ситуации, если человеку прямо задают вопрос, и это все происходит в суде, он говорит, у меня свидетелей нет, а потом вдруг оказывается они сидят в зале, да, или у него доказательств нет, и вдруг она оказывается у него в кармане, то так, такие игры не работают. Если человек ответил, что у него доказательств нет, то у него уже доказательств нет. И даже если он пытается их предъявить, они никакой силы иметь не будут. Мазальтов, дорогие друзья, мы с вами завершили третью главу трактатор Шахгедрин и с Божьей помощью уже начинаем, с вами начнем следующую четвертую главу. А пока скажем, что наше изучение Торы было в заслугу наших братьев Ахейну Баитислава Антонио Бацарова Вишивья, а также за выздоровление Рафоша Ламашана Ляу Давид бен Мирьям, Исаак бен Мирьям, Ривка Бацара, Арон Давид бен Ривка. Ла вирна Хеймла Метим, Ла илу Нишмат Геннадия Бенгерши, Дорога Бен Абрам, Хейм Иосиф Хасаде Бен Садок, Алег Бен Шолом, Шуботтайм Бен Робин Анахан, Моиш Мерав Тера Херц, Кребекка Батакима Олова Мин Аоми, Абрам Бен Йосиф Ламмин Тамара, Абимор Рефейм Бен Йосиф Ламмин Тамара, Кива Бен Арон, Анулан Бен Ребекка, Анау Мин Петяков Ламмин, Яков Мин Акима Олова Мин Аоми, ЦПО Механ Олова Мин Тамара, Хайм Бен Нцак, Мин Тамара Галин, Абат Володимар, Абрам Бен Петяков Мин Садра, Рав Довид, Бен Моиша Яков, Абат Володимар Мин Садра, Асуфия Бен Акиммин Мин Лев, Иза Бен Марк, Мин Иза Цили Бат Гриш, Шыскам Бен Зейн, Мород и Хайм Бен ЙСал, Даніэль Мен Аха Мин Хан, Афайны Бат Десак Нарис, Абат Эмрам, Абат Мет Мезей, Тина Бат Лев, Продолжение следует... Продолжение следует...